а теперь давай проверим вторую часть команд которые мы можем выполнить с помощью черепашьего панцирь так давай позволим мне просто начать свой подвиг еще раз значит мой слушатель джей зи затем я запускаю программу и мы открываем сеанс интерпретатор так хорошо это все стандартно мы уже рассмотрели как войти в сессию итак мы здесь на сеансе интерпретер теперь есть несколько команд которые мы можем использовать для взаимодействия с самой системой так например эта команда очень полезна если вы например атакуете все или более старую оконную систему то что это делает как сказано прямо здесь пытается повысить ваши привилегии до привилегий локальной системы теперь системные привилегии в windows такие же как и дорожные привилегии в linux по сути это означает что как только ты действительно получишь системные привилегии ты сможешь ты можешь сказать что полностью использовал машину как пользователь твои команды и твое основное использование всех других программ ограничения итак чтобы сделать это ты просто вводишь свою систему get но поскольку эта машина с windows 10 повышение привилегий здесь на самом деле не сработает теперь есть еще один способ выполнить предыдущую эскалацию который я покажу тебе только через вторые после восстановления этих других комментариев итак есть некоторые из некоторых комментариев таких как воспроизведение аудиофайлов фар в целевой системе не записанного на диск что на самом деле не так важно для нас в данный момент что для нас важно для этого так это например регистратор ключей если ты просто наберешь здесь командные клавиши могут подчеркнуть старт так что давай просто сделаем это ключевое сканирование для начала прямо здесь будет написано запуск анализатора нажатий клавиш и он запишет все нажатия клавиш которые цель вводит на своем компьютере или на своей клавиатуре так например позволь мне просто открыть это прямо здесь и если я просто начну вводить что-нибудь в мопеде например hello world и что-то в этом роде это будет записано в наш регистратор ключей итак для того чтобы мы могли распечатать то что цель набрала на своей клавиатуре мы можем просто вести ваш дамп подчеркивание сканирования клавиш и это как ты можешь видеть прямо здесь это блокнот который я набрал в строке поиска так что он зафиксировал это и это также захватило hello world как мы можем видеть прямо здесь этот сдвиг относится к большой буквы вот почему все начинается прямо здесь так что это полезно например если вы хотите получить пароль после входа пользователя на любой веб-сайт в отличие от атаки человек посередине когда вы можете нацеливаться только на определенные рабочие сайты нацеленные только на http сайты на некоторых сайтах это будет работать на любом веб-сайте или в принципе на чем угодно что вводит целевой тип поскольку это кейлогер установлены на их локальном компьютере он будет фиксироваться даже если они наберут его на facebook или даже если они наберут сообщения в мессенджерах значит ты можешь просто запечатлеть все что угодно в основном с этим чтобы вы могли остановить кейлогер как только вы действительно захотите его завершить вы можете просто вести здесь кискон подчеркивание стоп и это остановит анализатор нажатий клавиш так что как только ты наберешь клавиши cam doom он больше не будет печатать выходные данные об использовании клавиатуры цели так что в принципе если ты хочешь то что я обычно делаю я всегда вначале включаю сканирование клавиш чтобы я мог фиксировать все что вводит цель а затем в конце когда я хочу выйти из сеанса я просто просто останавливаюсь сбрасываю нажатие клавиш и закрываю шкафчик для ключей так что это действительно полезная вещь он установлен в метрах так что ты можешь просто вести его одной простой командой и кейлогер запустится теперь я покажу тебе эти комментарии такие как чат по веб камере привязка к веб камере но на моем компьютере с windows на самом деле нет веб камеры поэтому я не смогу этого сделать что я могу тебе показать так это например этот скриншот прямо здесь это сделает снимок экрана интерактивного рабочего стола который также может быть полезен так что позволь мне просто опустить это чтобы ты мог видеть если я просто наберу здесь в терминале или на скриншоте терминала ты увидишь что там будет написано скриншоты сохранить в root а затем какое-нибудь случайное имя даджбек теперь скриншот будет в основном этим экраном который ты сейчас смотришь так давай же проверим это если мы пойдем прямо сюда и опустим экран знаем ли мы что он сохранен в root итак мы ходим по местам и по этому компьютеру хорошо итак мы идем вниз прокручиваем до корня и прямо здесь и мы видим что скриншот действительно сохранен прямо здесь так что это тоже полезная вещь теперь поскольку нам это не нужно я удалю это теперь позволь мне открыть его в терминале так что открой в терминале и удали это хорошо хорошо теперь давай посмотрим есть ли что-нибудь потенциально интересное и для нас так например да для выполнения некоторых из этих команд вам действительно нужны права администратора например журнал событий творчества тебе действительно нужно было бы иметь системные привилегии чтобы выполнить это так что давай на самом деле посмотрим как мы можем получить системные привилегии на компьютере с Windows 10 теперь первая из всех в Windows XP например и возможно Windows 7 я не совсем уверен в этом я не совсем уверен насчет Windows 7 команда GetSystem наверняка будет работать в Windows XP так что просто набрав эту команду ты сможешь получить системные привилегии но как мы видим это на самом деле не работает для нас итак что мы хотим сделать так это подготовить фон для этой сессии прямо здесь и следующее что ты хочешь сделать это просто поискать обходной модуль значит обходной модуль ты просто вводишь свой поиск в обход АК а АК это в основном контроль учетных записей пользователей и вы увидите эти несколько различных модулей которые используются для обхода контроля учетных записей пользователей что надеюсь даст нам системные привилегии на целевой машине теперь если ты используешь простую которая является первой поэтому ты используешь эту позволь нам использовать ее так что используй эксплойт локального обхода Windows и мы покажем наши варианты на нем ты увидишь что на самом деле это не работает в Windows 10 как если бы я сидел здесь или что мы должны установить цели первого чтобы мы могли видеть доступные цели здесь прямо сказано что это работает как на 32-разрядный Windows так и на 64-разрядный Windows но на самом деле это не так так что давай посмотрим определим ли мы прямо здесь сеанс который является единственным что он на самом деле запрашивает у нас итак мы проверяем идентификатор сеанса с помощью команды sessions мы видим что наш идентификатор сеанса равен 2 и мы устанавливаем сеанс на 2 и наши официальные параметры еще раз мы видим что все правильно и если я просто веду ваш эксплойт это на самом деле не сработает так как наша цель или Windows 10 на самом деле неуязвимы для этой атаки как мы видим эксплуатируй тем больше чтобы сделать неудачу неуязвимы Windows 10 неуязвима так что же еще мы можем сделать если еще раз обыщем байпас так позволь мне просто найти команду так вот оно что это сработает я проверил все это и тот который ставит больше всего вопросов это тоже иногда работает но иногда оно просто решает не работать это работает в большинстве случаев так что используйте Windows Local а затем обходите вспомогательный обход защиты от сбоев так оно и есть она вышла в 2017 году и оценена как отличная так что если ты просто скопируешь это и используешь вставку прямо здесь и мы это увидим в основном я считаю что это те же варианты что и в предыдущем значит единственное что нам нужно установить это сеанс итак мы устанавливаем сеанс на 2 так как это сеанс который мы запускаем на нашей целевой машине с Windows 10 и после этого вы просто нажимаете на свой эксплойт теперь единственное что произойдет с этим я полагаю что на короткое время появится окно по ООШелл а затем оно должно закрыться как только он закроется он откроет оболочку системного интерпретатора как мы видим иногда да иногда это тоже случается так что в основном это просто говорит о том что фактически завершено но сеанс не был создан так что же ты хочешь сделать когда он действительно завершит эксплойт но сеанс на самом деле не создан и ты не получил оболочку ты хочешь выполнять эту команду пока не получишь ее на самом деле так что через несколько раз ты сможешь получить оболочку мейера итак мы запускаем это во второй раз и как мы видим мы смогли получить оболочку интерпретатора есть кое-что из того что он сделал и так как мы можем видеть запустил обратный обработчик CP у нас включена проверка уровня часть группы администрирования продолжается и это в основном дает нам оболочку интерпретатора так что если мы поддержим это прямо сейчас и я немного очищу экран и покажу свои доступные сеансы ты увидишь что прямо сейчас у нас есть два доступных сеанса два это тот который мы запустили с помощью нашей оболочки в файле xc прямо здесь позволь мне просто закрыть этот желтый мир потому что он нам не нужен это сеанс с двумя номерами под идентификатором 2 а сеанс с номером 3 это тот который мы получили с помощью помощника bypass for который мы использовали для повышения наших привилегий но если ты прямо здесь заметил что мы все еще не являемся администратором или учетной записью с системными привилегиями на этом целевом компьютере мы все еще являемся этим аккаунтом прямо здесь и так что ты хочешь сделать так это пойти и войти в третью сессию которую мы получили с обходом и прямо сейчас если ты просто зайдешь сюда чтобы получить систему команда просто сработает так как мы смогли обойти контроль учетных записей пользователей или uac как мы можем видеть прямо здесь если я просто напечатаю здесь ты получишь идею которая напечатает кто я такой там будет написано что я авторитет или система что является самым высоким уровнем привилегий которые вы можете иметь на показ windows и это означает что мы полностью и успешно использовали машину windows 10 прямо сейчас ты можешь делать с ним все что захочешь ты можешь изменять даже важные файлы ты можешь разбить окна ты можешь скачать upload ты в принципе можешь делать все что угодно так же хорошо как с привилегиями root в linux так что если я вернусь назад и теперь наберу ваши сеансы еще раз вы увидите что один из них простая учетная запись пользователя а другой системные полномочия итак в следующем видео я покажу тебе как на самом деле ты можешь это сделать на своей машине под управлением windows 10 например если это твой основной пост как ты можешь уберечь себя от этого нападения ты можешь помешать кому-либо на самом деле обойти это с помощью fall help и фактически получить системные привилегии на твоем компьютере так что это было бы примерно то же самое для этого руководства по сопоставлению привилегий и некоторым основным командам в интерпретаторе и я надеюсь что увижу тебя в следующем и буду осторожен